Продолжение следует... Скажи мне, что такое стиль? То, чего ты никогда не видел, сын не видел, до, сын, рэ, рэ, ми фасоли, си, вышел тяжелый понедельник, так много, блядь, чё там? Прям-прям-прям-прям, так много, блядь, там вокруг, блядь, да хуя, денег, до, рэ, ми фасоли, си, бич, ник, скажи мне, что такое стиль? То, чего ты никогда не видел, сын не видел, до, до, рэ, рэ, ми фасоли, си, удач, филиппы, вышел тяжелый понедельник, вокруг так много всего, блядь, вокруг так много... До, рэ, ми фасоли, си, бич, ник, скажи мне, что такое стиль? До, чего ты никогда не видел, сын не видел, до, до, рэ, ми фасоли, си, мы шуткие шелы понедельник, так много происходит, вокруг бурлит так много тень... Ладно, включу вам свои демки, пока их никто не видит... Отчистлю из универа... Сейчас, сейчас, Арсен... Вот, вот она! Во, 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 Арсен, во, 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 готов? Стоп! Слушай! Так, сейчас тебя приглашу, как тебе пригласить Таранзу? А, вот! Арсен! Салют алейкум, Арсен! Сейчас Танна будет танцевать. Таранзу, 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 Таранзу! Тараса, ой, Джон, вот халла, ой, Джон! Послушай, пожалуйста, этот момент. Понял? Слушай, какой переход! Вот он! Чисто, чисто дагестанское соло на гитаре. Дагестанское? Понял? Рок-группа дагестанская, понял? Чисто выходит пацан. Да-да-да. И вот это вот, начинается и все. Да-да-да, там сям! Там, не движение, а вот это... Как он в конце зарядил, вообще... Как у тебя дела? Да-да, ничего, почему и... Да-да-да-да-... Вот это отначальная блогеря. Братан, я это автоматом сказал, понял? Да-да, ничего по-тихуй, в дома какая-то. Да-да, ничего. Да-да, ничего, тяжело. короче сегодня, короче, купил колонку JBL-овскую себе. Поехал там, короче, в МВидео, взял. Привезли, короче, ее домой, включили. Пиздец, такая хуйня просто вообще. Колонка JBL-овская? Да-да-да, поехал. Прикинь, первая вещь в моей жизни, которую я обратно сдал. Поехал, сдал ее. Она типа вот эта, которая вот такая большая. Не, она небольшая, я взял себе среднюю. Возьми, знаешь, какую-то, в парке Егорку, а мы встали, вот так, на деревянскую плесеньку включили, понял? И вышли вот так вот танцевать. Я, кстати, один раз там танцевал в своей жизни. Там были, понял, такие станции с широкими штанами, такими американцами. У них кепки были такие и сумки были поясные. И они лесгинку танцевали и я начал танцевать, они вообще выпали из меня, пиздец. Или там рубашка, знаешь, такая, типа, белая. Индийский огурец, индийский огурец, вот такая, знаешь, пестая рубашка, вот такая. Да, огурец, да! А прикинь, прикинь, такой look сделать, чисто по городу вот так тыкаться в этом, вот так будет. Чисто фотосессия для журнала ВОК. Для журнала ВОК. Когда в Москву приедешь? Да, я думаю, что там к Новому году точно будет. Ты 28-го ты выступаешь, да, в Москве? Не, 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 там, ну, возможно, да. С корешем, с этим, с Вацхавой, с Чечнином, пацаны. Алишер лучший. Кстати, почему говорят, мне говорят, понял некоторые, что твое имя не Арсен, а Алишер. Чё? Да, короче, прикинь, ещё в интернете я недавно увидел, ходит слух, что я армянин, прикинь? И что у меня фамилия? Качукян там какой-то, бля. Ничего против армянина не имею, но я не армянин, бля. Да, понятное дело, мне говорят из-за имени сначала. Мне говорят, да нет, он не лесгин, он армянин. Я говорю, да, да, говорю, я тогда балерина, бля, где это вообще какая-то... Ну, был бы ты армянин, или... Ты где вот здесь, где армянин уидел? Вот ты где вот тут вот уидел? Вот тут вот. Посмотри, как показать. Может, это изображение. У нас, понял, везде снег, вообще тут покайф, у нас красота. У нас вообще снега нет практически в Питере здесь. И что ты там, а ты там с Серёгой, с Хусейном? У меня и Серёга уже по Москве поехал. Ты один? С пацанами своими? Да, 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 отписаем, да. Мне нравится, что пишут Жене привет. Женя! Женя отдыхает. Женя отдыхает, валяется, кайфует. Вот это, слышишь, вот это вот? Пусть, я напишу сейчас здесь, на улице с пацанами гулять идут. Вечером. Вечером? Да. А это... Ты, ты, ебалик, видео. Кошать, твоя морда, бля. Кошать, твоя морда. С ней не то, что встречаться с ней... Чё ты там... Чё ты... Я забыл. Во, 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 слушай, слушай. Блин, мне, солнышко... С песни не... Отвечай мне. Еее! Ааа! Ё! И вот это и есть сейчас. Ну, это старое, типа, это вообще старое. Голосовое было по ним, где пацан говорит... Бля, я тебя прямо хожу, пиздец, я тебя пиздец же не хочу. Да, я тебя пиздец хочу. Ты знаешь, да, ты живешь от этого? Я знаю. Я тебя хочу есть. Я тебя не писала, а что-то здесь просто. Бля, такие вацхалики сидят там на хате чистовые, фантуются. Рэп-коты лучшие, понятно. Чё рассказываешь, чё нового у тебя? Да, ничего потихоньку. Бля, ничего потихоньку. У меня это уже вылетает туда просто. Да, чё, в Москву хочу уже, скоро поеду. Вообще, соскучился. Так по пацанам. По пацанам, поизмайлову. Тик-токи совместные снимем. У-у-у, бля, это вообще обязательно, братан. Да, поизмайлову соскучился, чё, родные пинаты. Бля, надо будет поехать ещё в карточпейджу с нами. Бля, как мы весели, ёбаный урод, бля, вообще просто. Женя стоит в трусах, понял, читает караоке. Мимо вообще, мимо, мимо просто, понял. Пацаны подный из бассейна опускают. Бля, что вообще? Из бассейна? Да, прям с бассейна. Вообще, это так угарно было, понял. А главное, пацан, чей коттедж, у кого день рождения было, кореш наш, он вообще спал. То есть, пацаны спят, понял, мы чисто на движении там бегаем, да, туда-сюда тоже там делаем пару метров. А чё он спал? Ну, мы приехали в 4 утра. 4 утра? Бля, эти коттеджные тусы, на самом деле, такая тоже тема, знаешь. Мне они не особо нравятся, я люблю больше. Да, потом ехать, ехать потом оттуда утром просто заебываю. Это, блядь, мы с ним когда ехали, два камня едут, два овощей, я вообще не понимал, что происходит. Это вот самое херовое. А вот так, если чисто собраться где-то посидеть, покайфов, когда чисто едешь, это, блядь, это ужасно. Чисто так посидеть, туда-сюда, пацанов позвать, да. Девочку, не девочку, там взять, вот это вот. Ебучку, не, ебучку. Ебучку, ебучку, так тоже. Чё нормально, да, Леван, цык? А вот это, вот это вот, я вчера записал. И на целом свете таких не встретишь на себе свидетельство. Оставь до припева, не, перемотай на припев. Блядь, у тебя с интернетом проблемы, ты чё там в горах не живёшь? Блядь! Детство, помню наше место. По 16 устали целоваться, ты взяла мою футболку. Ебучка, так у тебя спела нас. Снимай мою футболку, ебучка, блядь, охуя на себе. Пище мою тоже пиздить будет, она, блядь. Чё ещё расскажешь мне? Я? Так, кто футболку мою взял? Ну тебя понял, я тебе бабую футболку снимаю, дай ей. Ты конкретно лагаешь. Сейчас, смотри, как я сейчас. Ты сделаешь. Я включил Алтае. У меня просто интернет тут может быть плохой. Короле, два брата. Понял? На дыр и на зыр. А-а-а, шляхо. Давай, давай, давай. Вчера на Китай-годовка была. Давай, смотри, было два брата. Ты зависаешь. Решили мне узнать? Чё он творит? Плохо тебя слышит, Нарсен, повтори, побратить ещё раз. Ты зависаешь, говорю. Нихуя не понимаю, брат, чё ты говоришь. Ещё раз скажи. А это у тебя интернет? У меня? У тебя плохой. У интернет сказала, у меня нормально. Ну, пока. У тебя такой лицо сейчас не знаю. Они будут. Ну, братки. Ты считаешь, нормально? Более-менее. Буща нормально. О-о-о. Сделай лицо. Сделай вот так вот. Сделай. Вот так, на дне вот. Сейчас, сейчас. Сейчас, стой, стой. Не, не, неправильно. Стой. Бля-э. Бля-э. По-братски, одну секунду, подожди. Сейчас, стой, одну секунду. По-братски, подожди. Куда он пошёл, бля? Куда он делся? Куда он делся? Правда. Чай, крылья, и... Покорила меня, сука, твоя, правда. Бежим с тобой, как голодатки. Поделай свои колготы, и мы пойдём в углу, блядь. Когда, когда утекут? А? Давай перезайдём, просто заново сделаем попозже. Попозже заново сделаем. Вот так. Аж да, нет, я не бизер. Странно, вообще, инстаграм тупит как-то очень странно. Наконец-то, бля, пиздец, он тупит, бля, я в охуе. Скажи что-нибудь. Воу-воу, слышу, пока. Скажи что-нибудь. Скажи что-нибудь. Знаешь песню Мадина? Где? Мадина, Мадина. Мадина, да, конечно. Знаешь, что её удалили? А, вот, слушай. Знаешь, чисто едешь с паханом на чёрной Тойоте Камре, где-нибудь между Дербентом и Мхачкалой, горы справа. Там же эти горы, типа, я забыл, как, ну, короче, типа, прям вдоль. Я понял, да, я понял, о чём ты говоришь. И там где? С Хасавюрта выезжаешь с братом старшим. И с его кентами, понял? И с его кентами. А вот новый трек от сцены. Это новый трек от сцены. Прикинь, у тебя такой трек будет по-братски. Я так буду по нему зажигать. Я на месте сижу, но у меня душа танцует. Ты на лестнице сидишь? На месте сижу, но душа танцует. У меня всегда душа танцует, когда я это слышу. Я сначала подумал... Нет, если прислушаться, кстати, у этого пацана Гутюн, понял? Так, нет, ты знаешь, что во многих, типа, кавказских песнях таких автотюн очень жёсткий? Да, да. У меня даже есть один трек, мне скинул пацан, и говорит, там прям такой тюн, то есть там включаешь, как на этом сообщении голосовом, понял? Да, 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 там вообще мясо. Прикинь, какие, оказывается, Янг так начал с них делать музыку такую. Да, я тоже на самом деле так считаю. Во-во-во, сейчас скажу. Сейчас, 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 сейчас. Трэвис, Трэвис. Короче, Аюб Вахагаров, называется песня «Чародейка», его называют в Нагистане, знаешь, как трэйс-фор. Нет, ты прикинь, ты прикинь, какие даги прохабанные, вот, они, никто ни разу не сказал, типа, фу, автотюн. Все слушают танцует. Да, они не знают, по сути, они же не знают, что это, прикинь, кто-то скажет, фу, автотюн. Прикинь, кто-то скажет, реально, фу, асхаб, ты, боитесь, Мадина, не твой трек. Да, да. Во. Сейчас. Слушай. Просто, я не говорю, Трэвис Скотт просто. Главное, у него понял, тут есть даже вот такая тема ВКонтакте. То есть, вот, пожалуйста. Ай, нифига себе. Да, да. У него знаешь, какая влодка? У него таким шрифтом, как у тебя на Тинейшнлаб, таким шрифтом «Выпуск». Помнишь, Бонус? Ну, вот таким шрифтом написано, типа, «Дагестанский сборник», там, всё такое, и он стоит у микрофона в наушниках, ты не знаешь? Микрофон такой дешёвый ещё, типа. Да, 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 да. От скайпа, от скайпа микрофон, чисто. Я недавно вспоминал, есть видос, короче, где чувак записал трек про вольную борьбу, из какой-то, типа, там, на студии, там, «Вольная борьба», там, чё-то такое. Чё, реально прям нормальный трек записал? Не по угару, типа, прям, «Вольная борьба», Ну, трек ненормальный, но это давно было. Слава у тебя подписан. Это вот это. Я, короче, вчера, в Абултоне вырезал твой голос и надевал свои колготки, и хотел наложить на песню «Ленинград». Да, не самая моя любимая песня. Она оху... Нет, на самом деле, она кайфовая. Под неё прямо вот так хочется делать. Вот так вот, понял? Вот такие движения. А так, самая любимая моя, это всем отцам и матерям. Это вообще топ. Это лучше. Вообще просто за душу, да. Её просто матушка моя тоже любит. Моя матушка вообще песни не особо любит новую, но твоё ли она эту любит? Это сейчас скажу. Знаешь эту песню? Владимирский централ, ветер, северный, это ты знаешь? Конечно. Короче, и я думал наложить, понял, твой голос на минус. Чтобы вот так получилось, слушай. Ну, и это, короче, я нашёл версию, где фьючера наложили, это пиздец у Гарр, слушай. Смотри, даже в бит попадают. Да-да-да, я вообще вам слышу это. Молодимирский централ и ветер северный. Да, братан, как тебе такой расклад? Бля. Смотри. Раз, два, а зачем так много? А, пачка сиг... Не-не-не, тут же не в этом дело. Просто, короче, что-то я забыл, прикинь, то, что они у меня кончаются. Я смотрю, такой, три пачки лежит. И на всех написано мертворождение. Реально мертворождение на всех трех написано? А, не, рак горла на третьем. Ну, вот, видишь, там вообще редко попадаются. Знаешь, тебе пишут, пацан пишет, лизгин, вон, я вижу. Я учился говорить на аварском недавно, очень трудно получается. И хао. И хи. Не, я тоже так немного знаю. Ну, я тоже. С вассам алейкум, халду иду. Короче, сижу на паре. Это не рассказывает историю? Сижу на паре. Смотри, да не знаю, кхай рать, бля. Кхай рать. Э, малые, что не поделили тут, бля? Сижу на паре, типа, подходит ко мне девочка, она девушка моего однокрупника, он с Южной Сити. Она говорит, слушай, а в Ингушетии какой язык? Я говорю, английский, ну, по угару, английский. Она, 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 короче, слушает меня. Говорит, что, реально английский? Я говорю, да. Она говорит, и как вы общаетесь? И ее парень, куда же, говорит, ассалам алейкум, халду иду. Я, пиздец, я так выпал. Я подумал, прикинь бы, у нас так общались, типа, эээ, бра, воссааа. Вот так. Ассалам алейкум, халду иду. Воссаа. Бля. Еще нашел страничку. На самом деле, я, короче, знаешь, что недавно узнал? То, что очень много людей не знает то, что Дагестан входит в состав Российской Федерации. Я знаю, я это понял давно. Но когда мне говорили, уезжай в свою страну, я подумал, бля, это что? Хачландия, может, Чуркистан? Какая моя страна? В их понимании я не знаю. Но это жестко, короче. Ну, не все знают, понятное дело. Все думают... Ну, я не знаю, братан. Типа, ну, как можно этого не знать? Как можно не знать песню Асхаба Мадина? Не, ну, это еще так. Ну, все равно, как будто от Гепарда тоже надо знать правильно, я говорю. Нет, ну, бывает же. Бывает же, да, вот эти вот... Как классика, мне кажется. Вот эти вот моменты, да, бля, мне прям семечки сейчас захотелось, понял? Вот эти вот тоже... Матушка позвонила и говорит, что ты так рожешь сильно. И, короче, бывают же вот эти вот моменты. Ты, кстати, когда приедешь в Москву, мы, наверное, с Женей переедем. Я так подумал, что-то, бля, заеб жить уже. Далеко. Красавчики вообще, красавчики. Только я не знаю, куда, понял? Но надо куда-то переехать, куда-то. Короче, пацаны, пацаны, я хотел сказать, кто меня прокинет, того я сам опрокину. Не, ну так-то мы тоже не с пустыми руками пришли. Я, кстати, так и не понял, что за шутка это была сначала, потому что, я так понял, там ситуация была, то, что это старший приехал. Магнитола есть, что за песня там? Как он сказал, Мака Межиева? Маки с Агаипова. Агаипова, он, моя любимая, давай, на реки, по-сторону. Да, 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 да. Да, гиря вообще нормально делает. Чё, вы с ним общаетесь? Да не, мы так, когда я его выложил, так перекинули. А, малейки, да. Салам кинули, да, друг другу, если что, на связи оставить. Сейчас, погоди, я снюс возьму секунду. Тормози, дай, пэзар, чё ты там, блядь? А, снюс. Тормози, дай, пэзар. Эй, для своей такты, пэзарем тоже можно подуть базара, нет? Я, кстати, шутка... Я просто общительный пацан. В смысле, пэзаря, а просто общительный. Скажи честно, пизду лизал. Или как там это было? Как он ему сказал? Подожди, блядь, сейчас вспомню. Из фильма «Криминальная чтива», помнишь, они в кафе сидят? Да, 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 да. Я помню этот видос. Я забыл, как я видел. Я кидаю, кстати, два. Всегда под два кидаю. Отвечаю, всегда под два кидаю. С тренировок, понял? Ты типа из-за того, что тренировался... У меня привычка. Я не могу вообще без него. Вообще никого. У меня, понял, вчера, когда у нас тусовка была, я такой сплёвываю, снюс, и у меня кожа с губы, короче, влетает. И я её прямо отодрал. Я прям вообще говорю, я не могу. Зато сигареты не курю. Типа, вообще, без проблем. Но на самом деле лучше сигареты... Вообще лучше не курить, но пиздец, это прям... Зато я на свайне кидаю, понял? А кидал? Пиздец, как я кидал его! Я её под верхнюю кидаю, под нижнюю, и вот сюда. Знаешь, да, эту тему? Под что? Короче, борцы, когда после тренировок уходят, когда они потные, когда поры открыты после тренировки, под верхнюю, под нижнюю кидают, сюда кидают. Ну, кожа открытая ведь, поры кожи открытые, и вот так вот сидят они. Я не знал этого из них. Это вообще... Я такого не видел. Это ужесь какая-то. Это прям максимальный уровень. Если бы так сделал, я бы умер, наверное. А потом перестал кидать, но всё равно с ним трудно не кидать. Я пиздец, как люблю вкидываться. Особенно в электричке едешь, когда... Вот так вот. Я помню один раз я еду в электричке, с Женей напротив меня сидит какой-то таджик с женой. И он увидел, что я с ним скидываю, вот, и он на меня смотрит, улыбается, я такой думаю, бля, чего он смотрит? И он достает целый карман, такой целый пакет шпака, и мне вот так руку протягивает, его даёт. Мы с ним закинулись, в смысле посидели, там сплюнулись вместе. Пиздец, мне так это понравилось. Я это на всю жизнь запомню. Такой пацан кайфовый был. У него жена ещё как убирала пиздец. Говорит такая, ну чё ты типа делаешь? Так тогда тоже Валерий Центрад. Бля, жёстко. Ну снюс это жёстко. Вообще всё это плохо. Да, да, конечно всё. Надо писем читать. Дети младшие эти, пятнадцати. Я возьму телефон, не, не как там сказал. Пачка снюса никогда не закончится. Бросить кидать. Как ты там говорил? Как ты там вещаешь? А в Питере, кстати, я видел, что это Лезгин приехал туда один, знаешь, такого. Он на самом деле армейн себя под Лезгином выдаёт. Да, чё ты? А что у него? Да, это я. Я на самом деле вообще канадец. Улитый. У тебя будет ещё сольный концерт в этом году? Ну в девятнадцатом. До лета? Нет, ты чё не... Не хочешь? А зачем? Вот был недавно. Ну и чё? По кайфу не сдержи. А муж каждый день вообще их дал. Ну... Тихо, у меня сниз сейчас улица не свяжи меня, зайдёшь. Погоди, там, пацан, включить песню Юсуп Алиев Волк. Юсуп Алиев, Юсуп Алиев, что-то знакомое дядя мой, что ли? У меня папа в детстве, знаешь, как шутил? Мы когда с ним смотрели фильмы всякие, знаешь, там типа снимается Стивен Сигл, понял? Джан-Клод Ван Дамм. Он их имена, на подсказке имена менял. И Стивен Сигл, он знаешь, как его назвал? Саварбик. Я вот как сейчас помню. Как? Саварбик. Саварбик? Угу. Это, короче, шученский фильм. Джан-Клод Ван Дамм он Джебраилом называл. Бля, я как хохаловил, пиздец, мы так угорали. Там в главных ролях как Джабраил Юсаварбик, понял? И они такие там ставят ударки. Так, Юсуп Алиев. Юсуп Алиев, пишу, почему-то ты воскакиваешь. Волк, да, песня? Волк. Я знаю эту песню. А это его песня или это перепетая песня? Бля, это пацан. Я не помню, но текст знакомый очень, типа, реально слышал. Да, 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 смотри, смотри, это пацан. Вот, сейчас ты. Сейчас, сейчас, да, блядь. Яйца, ебешь, да, бля, заебешь. О, видишь, это пацан? Ну, походу, да. Кавказская эстрада, часть первая. Бля. Эти пизажи. Таким народным, народным артистом Дагестаном стать. Все, замечтался. Арсен замечтался. Я, вон, короче, все в руку. Я тебе, когда написал в универ, понял, я приезжаю, короче, в универ, вот, когда это было, позавчера я в универ приезжаю, и у меня там все в смысле стоят, понял, в нарядах, попахах, короче, все стоят, типа, вообще все, там у нас какой-то концерт был, там дагестанский флаг, ингушский флаг, там Армения, Азербайджана флаг, короче. И я пытаюсь зачет сдать, а зал рядом находится, где концерт, и там прям дубасит, короче, резгинка дубасит, дубасит. И у меня препод сидит и пальцем в такт отбивает, короче, отбивает, отбивает. Он на меня смотрит, понял, он на меня смотрит, говорит, Маскуров, я говорю, что, он говорит, давай быстро зачет сдавай, иди танцуй. Я пиздец, смысл, я сижу, я бы не вырвался, я бы так вырвался. Почему у меня в школе такого не было? У меня в школе, кстати, тоже такого, честно, я вот, я в школе вообще одинчатный был, когда с пацанами потом не познакомился, я говорю, я вообще как-то, а потом, когда я уже понял, в универ поступил, там вообще, там просто все. Я в школе, ну, практически, там еще парочку были, кроме меня. Ты возьмешь доочек? Да, конечно. Из Майлова, дом родной. Малого у меня их было там, но у меня вообще ни в уши не было. Дагестанцев там два-три человека были, но они пиздец самые главные были. У них у первого появился айпад, когда я так зимой запаху его взял, и все такие, «О, по-братски, Джабрил, у тебя айпад?» Он говорит «Да, у меня айпад». Новый год, может, будешь про... Ну, это же... У меня вообще телефон, ну, типа, сенсорный появился, вообще, очень поздно, и я этому рад. Какой был такой Nokia слайдер, который наверх подвигается, 5000. 1200, он назывался, там еще справа были... у меня, у меня, у меня, короче, не Nokia был, точнее, у меня был Nokia, но не слайдер, у меня был просто такой, знаешь, серый такой, маленький. Который кирпич, ты имеешь в виду? Такой? Да, 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 мне похан, сказал, «На, ходи». на пяти баллов не давал его. А потом понял, а, есть телефон. Чё? Кстати, у меня позже всех телефон в классе появился, я пиздец, все там в игры игрались, а я ходил без телефона. А потом появился у меня телефон, потом борцовки, помню свои первые. у меня появились. Тебя очень плохо слышно. Сейчас лучше? О, сейчас лучше должно быть. Бля, по-братски с ним скончается. Ты меня слышишь, Арсен? Ну, получше, получше, но ты лагаешь. Мне кажется, у тебя точно проблема. У меня LTE три полоски, четыре. Сейчас стою, вот так сделаю. Сейчас. Сейчас.